Добро пожаловать на китайские посиделки, меня зовут Мунши. Видео, где я рассказывала о китайских стандартах красоты, которые состоят из трёх пунктов. Пай шоу ю. Бледная, худая, инфантильная. В основном акцентировала на первые две черты и как-то не очень осмеивалась трогать последнюю инфантильность, так как это приведёт нас к очень опасной теме увлечения малолетними. Вы даже не пытаетесь оправдывать такое увлечение обожанием молодой бодрой энергии и притворяться, что мы смотрим на этих несовершеннолетних айдолов исключительно как на младших сестёр, милых дочек, что никогда ни у кого не возникли неправильные фантазии. Даже если попытаетесь, то новый китайский тренд точно не позволил бы такому лицемерию, так как он гласит прямо как чхон ю, невинная сексуальность или сексуальная невинность, которая выглядит примерно так. На самом деле это не новое явление, когда какие-то детские признаки совмещаются с сексуальностью или стали прямо символом сексуальности школьные рюкзаки, юбки, хвостики, белые чулки и так далее. Казалось бы, что это более распространено в азиатских странах, но достаточно почитать, сколько белых взрослых мужчин Запада приезжают в такие страны, как Талант, Камбоша, Вьетнам, чтобы провести вечер с местными детьми, то мы поймем, что увлечение, если не прямо детьми, то детскими чертами давно уже мировая эпидемия и в нашей эпохе глобализации никто не может остаться незараженным. Кстати, а глобализация, то такая дилемма. С одной стороны, она пробудила у нас такие желания, которых не было у наших предков. Попить вино из Санторини, попробовать настоящие японские сашими, одеваться как американские рэперы или корейские айдулы. А с другой стороны, как раз касательно одежды и обуви, купить, например, кроссовки, как у твоей любимой звезды, сейчас часто просто неоткуда, а если есть откуда, то с большой наценкой и через не очень-то надежный канал. Но нам на помощь пришел Джум. Джум – это маркетплейс, который объединяет продавцов и покупателей по всему миру. Заказывать товары можно не только из Китая, а также из Кореи, Турции, Таланта, Индии и Европы. Многие модели от крупных брендов, таких как Nike, New Balance, Converse, Adidas, которые не представлены в России, на Джум можно заказать по выкатным ценам. Причем Джум всегда показывает финальную стоимость заказа, вы сразу видите цену с учетом доставки и можете сделать заказ без всяких доплат. Для моих зрителей Джум подготовил подпорку классных оригинальных брендовых кроссовок, а с моим промокодом «Шанганакка» вы еще получите дополнительную скидку до 10%. Переходите по ссылке в описании и заказывайте, и можете не переживать. Даже если вдруг что-то пойдет не так, вам не придется разбираться с продавцом. У Джум есть поддержка на русском и еще 17 языках, так что ребята берут решение всех вопросов на себя. Приятных вам покупок. Хотя очень озапочено таким увлечением детьми в наше время. Но я считаю, совершенно некорректно отнести его к педофилическому расстройству. Типа, я с ума схожу от этих милых девочек из Гэншин, значит я педофил? Нет, если бы мы были настоящими педофилами, нам бы не понадобились пышная крути и попа у этих персонажей. Они как признаки зрелости как раз бы вызвали отторжение, а не возбуждение. Настоящим педофилам вряд ли бы зашел этот китайский тренд Чуэн Юй, так как сексуальность и понимание нормальных людей бы полностью испортило их аппетит. Те, кто читал Лолиту, понимают о чем я. Поэтому нас, не педофилов, привлекают какие-то детские черты, не потому что они намекают о физической незрелости человека, а скорее потому что за ними стоят какие-то психологические свойства, которые стали как никогда желанными в наше время. Инфантильность, простодушие и погорность. Если сравнить самых популярных китайских звезд из двухтысячных с теми сегодня, то сразу почувствуйте очень сильное изменение вкуса масс. Исчезли четко выраженные контуры лица, вызывающее платье, яркий макияж. В общем, все черты амбициозности, открытости и жизненности остались только пледные худенькие куколки без характера. Как мы все знаем, мода всегда отражает общественную атмосферу, а двухтысячные были перед этим самым бешеным экономическим ростом в Китае. Биржа, которая непрерывно переписывала новые рекорды, пекинские олимпиады, которые привело к пику национальное самосознание китайцев. Тогда в глазах людей просто сияла надежда на светлое будущее. А последние годы, пандемия, безработица, обвал рынка недвижимости, мы поступили в эпоху застоя. И в общий свет царят депрессия, консерватизм и усталость. Представьте себя после 10-часовой работы, 2 часа простояв в пробке, получил тонные сообщения о задолженности по кредитке и угрозу от начальства об уволенении. Приходишь домой, дети пищат в такой момент, ты бы хотел видеть властную, амбициозную женщину с ее разными требованиями или милую, послушенную мимимишку, которая дает только пушистые обнимашки. При гласанном стрессе мы стали импотентами, которые не способны выдержать глубокое взаимодействие с другой сложной личностью, где мы боремся друг с другом, устанавливаем или разрушаем границы, побеждаем или уступаем. В общем, вот эти любовные терзания стали нетерпимыми. Нам лучше только простое, легкое, может, и поверхностное умиление от инфантинного простодушного партнера, который больше похож на домашнего питомца, чем реальный человек. Оттуда и пошла мода кошачьих или щенячьих лиц корейских айдолов. Однако люди по закону биологии возрослеют и становятся все сложнее и сложнее. Как ни стараются найти самые инфантильные типы среди взрослых, если они не прям страдают от осталости в развитии, то рано или поздно твоя фантазия лопнет. Инфантилизация взрослых – это путь в никуда. Поэтому и появилась другая ариторнативная тенденция – сексуализация детей. Если чхуан ю – это когда взрослые девушки одеваются и ведут себя как дети, то другой тренд наль ла – молоко и сексуальность – это когда дети в одежде взрослых. Например, пятилетняя девочка в обтягивающем платье, в каплуках, носит дамскую сумочку, красится и делает селфи в стиле Ким Карташян. Есть еще много подобных фото с более вызывающей позой и прямым посолом, которые гуляют по китайскому интернету. Да, товарищ майор явно такие любят, но YouTube скорее не пощадит, поэтому не буду показывать. В Китае, в такой якобы очень консервативной стране, общественное мнение просто некуда еще более открыто и толерантно в вопросе сексуализации детей. Тут проводят конкурс детских моделей, где дети вот примерно такого роста в Пекине ходят по подиуму или стоят на выставке автомобилей, снимают маленьких девочек в рекламе детского белья с очень сомнительного ракурса, ну, типа снизу или сзади на кровати. Да! И такие материалы широко распространены в китайских соцсетях, так как в голове многих просто не существует вот этой красной линии, что дети, пока они сами не понимают, что такое секс, должны быть строго защищены от взглядов взрослых. Даже под вполне нормальными роликами, где дети просто читают, танцуют или боют, встречаются такие комментарии. «Это моя жена, я ее дождусь. Хотите девственницу? Вот нужно поискать в детском садике». Или вот эта знаменитая, омерзительная фраза. «Три года – выгодная сделка. Смертной казни тоже не потери». В Китае за сексуатные отношения с девушкой в возрасте до 14 лет минимальное наказание – три года, максимальное – смертной казни. Ну, вы поняли. На самом деле, я не считаю, что люди, которые оставляют такие комментарии, правда, все педофилы, как я уже сказала, они просто переносят на детей свое желание об идеальном, послушанном, невинном партнере, которое не может быть удовлетворено взрослыми девушками. К тому же, даже среди тех, кто по-настоящему трогал детей в реальной жизни, патологические педофилы с диагнозом занимают очень маленькую часть. Большинство из них выбрало детей просто потому, что они слабее, менее защищенные, удобнее, как жертва. А в Китае риск потрогать детей просто невероятно маленький. Есть статистика о том, что от 8 до 12% несовершеннолетних в Китае подвергались той или иной форме сексуальных домоказистов. 73% из них молчат больше года, 45% больше 5 лет, а 33% вообще держат в секрете всю жизнь. Во многих случаях дети просто не понимают, что произошло и что об этом нужно сообщить родителям. А когда поняли, доказательства уже не зафиксировать. Чтобы вы поняли уровень сексуального воспитания в Китае, мое первое знакомство с мужскими гениталиями произошло, когда мне было 7 или 8 лет. Значит, мы семьей пришли в больницу навестить мою двоюродную сестру, которая недавно родила. Ее мама, то есть моя тетя, привела нас к кроватке малыша. Раскрыла одеяло, сняла памперсы и так рукой взяла его маленький писунчик. Я не знаю, как по-другому сказать. И такая, мальчик, вот мальчик. Конечно, потом еще видела много фото с этим самым писунчиком в ее соседях с радостными эмоджами. Оставляю мою психологическую травму на стороне. Просто интересно, как этот мальчик потом сможет понять, что некоторая часть нашего тела вообще нельзя никому показывать или давать, потрогать. На этом все. Если досмотрели до конца, то ставьте лайк, потому что вам явно понравилось. Пишите ваше мнение в комментариях. И мы скоро увидимся. Пока-пока.